Спасибо, уважаемые господицы, предоставленное мне слово. Мне очень лезко, приветствую, не задавайте лицо. Поговорим о Резе. Эта палата накроет всех граждан вуальной неведении во время проведения выборов властей всех уровней. Поговорим о статусе КВО, что мы сегодня видим и как это происходит. Сегодня многие люди голосуют, например, каким-то расцем, возможно, принадлежностям. То есть, например, если это русский, я проголосую за русского. Если, например, ты казах, я проголосую за казаха и так далее. Дальше, о том, что сегодня многие голосуют про какие-то предупреждения. Если ты сегодня делаешь докторам очень крутую ставку, уровню, большой зарплаты и так далее, я за тебя голосую, понимаете? И мне не важно, что сегодня учителя по твоим, ну, каким-то стратегическим планам будут получать меньше. То есть, свои какие-то интересы я соблюдаю больше и начинаю голосовать за этого человека, не радуя за какую-то справедливую. Дальше, о том, что сегодня вот эти партии, ну, вот, то, что мы видим, да? После этого многие приезжают наблюдатели с ООН и так далее. Приезжают наблюдатели и просто наблюдают за этими выборами. И это не есть хорошо, когда они видят прецеденты, понимаете? Это очень плохо сказано именно на политике выборов. И как раз их ставят под сомнение правильности и справедливости данных вообще выборов и как они проходят дальше. Поговорим о том, что сегодня мы видим по этой игре. О том, что сегодня многие люди, большинство нашего общества, в принципе, не заинтересованы в том, чтобы был правильный выбор, понимаете? Сегодня мы говорим о том, что сегодня я не заинтересован, я буду справедливой, понимаете? Для меня сегодня не будет каких-то расовых причин, для меня сегодня не будет каких-то профессиональных причин и так далее. Сегодня я приду как чистый лист и буду выбирать того кандидата, который предложит максимально больший профиль для общества. Потому что сегодня моя реальная заинтересованность будет пророждать какую-то справедливость именно из моего выбора. О том, что сегодня я как независимый наблюдатель буду истинно видеть то, что сегодня нужно для общества, а не наблюдать какие-то свои интересы, понимаете? Сегодня не будет того, когда, например, мой знакомый баллотируется депутат, и я такая набираю сколько лиц у друзей, и иду и за него начинаю голосовать всей толпой, понимаете? Сегодня такого не будет. Сегодня каждый начнет думать за себя, и каждый начнет как-то все это записать, ну, думать дальше о том, что сегодня это порождает эффективность. Сегодня мы будем ждать, что, ну, чуть больше, ну, о том, что сегодня вот эта вот эффективность, она будет правильной. Почему? Потому что каждый начнет выбирать какую-то хорошую партию или какого-то хорошего депутата, который даст какой-то профит, и это будет лучшим образом для общества. Почему? Потому что сегодня я буду расценивать это именно, в принципе, гражданина, понимаете, а не заинтересованного личного лица, понимаете? Сегодня я буду видеть какую-то эффективность того, что этот кандидат может предоставить мне как гражданину дальше. А то, что сегодня мое общество, мое государство будет объяснять о том, что я сегодня не лоббирую интересы какого-то конкретного депутата. Я сегодня не лоббирую интересы на рубдар. Я сегодня не лоббирую интересы ОСАРа и партии и так далее, понимаете? Сегодня я показываю своему государству о том, что сегодня, ребят, но если вы хотите проголосовать за ту партию, которая вам больше нравится, вы голосуете, понимаете? Сегодня у меня не будет того, что я лоббирую какие-то там свои интересы как государство и так далее. То есть мы рапим за честность и люди начнут задумываться именно о программе, понимаете, о которой мы сегодня говорим чуть позже. Ну, давай. Что плохого, когда люди отстаивают свои интересы? В чем это плохо? Да, вот смотрите, понимаете, в чем это плохо? Потому что его интересы не всегда справедливы к обществу. Сегодня наша цель сделать какие-то вот эти блага, предоставленные кандидатами, для того, чтобы они шли к народу, а не потому что сегодня мой друг именно сидит в этой партии и я буду за него голосовать, понимаете? Вот в чем наша логика. Сегодня вот именно то, о чем говорит первый спикер, возможно, о том, что сегодня... Почему это плохо? Потому что, ну, ребята, мы говорим о том, что это будет справедливость. Сегодня я буду не заинтересована и буду как независимый наблюдать, брать и то, что нужно моему обществу, понимаете? Я сегодня буду как чистый лист, который это все берет дальше. О том, что сегодня это какой-то вопрос легитимности, понимаете? Сегодня я не буду, например, обязывать ему или КГУ или еще какие-то университеты сегодня голосовать толпой, идти за Нуртан, понимаете? Знаете, как это сегодня делать? Сегодня многие люди, именно граждане, да, какие-то там, учителя и так далее, заступят второму разу голосовать за Нуртан и так далее, понимаете? Сегодня этого не будет. Сегодня не будет каких-то, ну так, обязалований, да, как говорится, о том, что сегодня я пойду и просто буду голосовать, понимаете? Мы исключаем эту возможность. Сегодня, исключая данную возможность, мы получаем какой-то против, понимаете? Именно против справедливости и против того, что, в принципе, нас не будут проверять другие какие-то санкции и так далее и говорить о том, что сегодня мы несправедливы в государстве. Сегодня мы говорим о том, что сегодня общество поймет ценность своего голоса. Сегодня мой голос будет ранен голосу, понимаете? А не тому, что я сегодня приду и просто проголосую. Сегодня я буду понимать о том, что сегодня цена моего голоса, она будет выше, понимаете? И моё государство сегодня ценит его и мои какие-то наблюдения, понимаете? Именно как развитого человека, а не потому, что сегодня у тебя будут какие-то интересы, понимаете? И эта ценность голоса, она сегодня превыше, понимаете? И мы сегодня, как государство, можем себе это позволить только потому, что это будет эффективно, справедливо, и наши граждане поймут о какой-то ценности голоса, и мы считаем, что это оправданно сегодня. Благодарю за речь. Лидер оппозиции приглашается к трибуне. Итак, здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Игманов Клир. Наша резолюция очень интересная и хотелось бы свою речь начать с опровержением моих уважаемых оппонентов. Когда сегодня мне говорят о том, что это Ир, это нехорошо, когда человек голосует, потому что он расист, когда человек голосует, потому что он нацист, я задумываюсь о результатах этих выборов. Если сегодня на время выборов вы стираете человеку память обо всех его вот этих личностных предпочтениях, но после выборов вы эту память ему возвращаете. И если ваше общество напрочь стоит из расистов и нацистов, никто из них ваше избранное правительство поддерживать никогда не будет, потому что суть проблемы вы никак не решили. Вы просто пытались ее замаскировать, а когда выборы закончатся, все это вылится только лишь в наибольшее противоречие. Дальше. Сегодня нам говорят о том, что это будет справедливость, как нужна нужда общества и так далее. Я не понимаю, как сегодня мое личное право, мой личный голос ведет общество. Если сегодня мое какое-то мировоззрение, мое предпочтение является вредным, и скорее всего таких людей будет мало. Очень редко, маловероятно, что люди-диссиденты, которые будут выбирать нацистские партии какие-то, допустим, или подобные деструктивные элементы, маловероятно, что такие люди будут побеждать. Потому что сегодня каждый человек понимает, что мои какие-то интересы могут общество навредить. И вот этот вот вред, он не будет как раз таки минимальным, потому что таких людей самих по себе мало. Дальше, когда мне говорят о том, что это будет эффективность, гражданин, да никакой эффективности на самом деле и не происходит. Зачем вообще нужны выборы? Выборы нужны для того, чтобы, во-первых, оценить, что сегодня действительно является, какими запросами общества. Сегодня выборы являются таким мониторингом, из каких элементов ваше общество состоит. Если сегодня ваше общество состоит в большей части из индивидуальных предпринимателей, которые хотят решать проблемы МСБ и так далее и тому подобное, и каждый из них идет голосовать на выборы как индивидуальный предприниматель. Если таковых в ваших обществах большинство, то именно тогда все это на выборах приведет к успеху, потому что вы решите самую главную и насущную проблему этого общества. Но теперь, когда каждый человек, гражданин забывает про свою партию, про свои какие-то предпочтения, про свою личность, вот это его самое главное желание быть здоровы. Его желание, оно минимализируется. То есть сегодня не оценивается, что действительно ваше общество хочет, что действительно состоит в каждой, из каких элементов состоит в каждой человеке. Можно просто, хорошо, когда, допустим, шахтеры, послужишь, шахтерские программы, и, допустим, когда вы просите, и, допустим, каждый из-за своего, то есть, да. Да, я считаю, что это хорошо по одной простой причине. Вам в этом государстве жить. Поэтому ваше право, как каждого гражданина, обеспечить себе посредством выборов шанс на лучшую жизнь. Вот о чем я хочу сегодня вам говорить. Дальше. Цена моего голоса. Вот как раз-таки здесь цена моего голоса непосредственно, она минимализируется. Потому что это больше не мой голос. Это не мое личное мнение, не мое личное более изъявление. Вот в чем суть данной резолюции. Концептуальный вопрос вообще всех этих дебатов заключается в чем? Что нам главное на выборах? Личность человека или общественность, или общество в целом? И мы сегодня говорим, что ввиду того, что общество состоит из индивидуальных личностей, то только когда каждая личность будет помнить о себе, о своем статусе, о своей какой-то расовой или национальной принадлежности, только тогда выборы будут действительно справедливыми, эффективными. И вот к чему сегодня мы хотим вести. Во-первых, я уже начал говорить о сути института выборов. О том, что каждый человек идет на выборы, чтобы самое главное решить мою проблему. Сегодня у меня очень мало рычагов. Выборы являются настолько уникальным рычагом влияния взаимодействия между населением и правительством, парламентом. Вот в чем мы хотим вам сказать. У меня кроме выборов нет ни одного какого-то другого способа отправить запрос в правительство для решения моей проблемы. Выборы есть самый главный механизм для решения. Когда сегодня посредством выбора я отправляю свой личный запрос, свои личные проблемы, именно тогда и осуществляется диалог между населением и правительством. И мы сегодня не имеем абсолютно никакого права для обведения данного механизма, потому что у нас нет других рабочих альтернатив, чтобы каждый человек мог запрашивать решение своей проблемы. Сегодня я являюсь шахтером, как приводит пример мой уважаемый оппонент Диас, говоря о том, что вот я шахтер, я буду голосовать за шахтеров. Конечно, потому что я хочу, чтобы правительство решило мою проблему. Я в этом обществе буду жить. Сегодня ошибка открывающего правительства заключается в том, что они не показывают, относительно каких других критериях люди будут выбирать. Вот в чем самая главная ошибка. Если сегодня мы как команда об позиции радуем за сохранение статуса КО, когда каждый гражданин голосует, исходя из своих личных проблем, исходя из своих личных предпочтений, то нам не объясняют, по какому принципу теперь будут голосовать люди вообще. Вот в чем и главная ошибка. И второе, они не объясняют нам последствия, это сделаем мы оппозиция, к чему приведет данный законопроект. Во-первых, это разочарование результатами выборов. Вот что самое главное, мы хотим сегодня сказать. Вы не решаете проблем, вы их маскируете на один короткий промежуток времени. И когда вы вернете каждому человеку осознание, кто он такой, какое его социальное и национальное положение, вот тогда он в выборах и разочаруется. Потому что, когда я увижу вот этот парламент, который вообще никак не заинтересован в решении моих проблем, я буду сугубо в нем разочарован, потому что я пойму, что мой голос, вот это вот мое право, я использовал неправильно. Вот в чем проблема данной законопроекта. Второе, у меня будет отсутствовать спрос. Сегодня, когда я, будучи предпринимателем, голосовал за партию, поддерживающую предпринимательство, и они выиграли, я имею полное, абсолютно полное право спрашивать с них, как вы решили мою проблему. Но теперь, когда у меня отсутствует механизм запроса моей проблемы, я не могу и спрашивать, насколько хорошо вы решаете мою проблему в последнюю минуту. Вот в чем заключается главная проблема. Ну, еще один негативный, одно негативное, прошусь 15 секунд. Негативное последствие. И все это мы говорим о том, что придет нежелание уходить людей на выборы, потому что моя главная проблема, мои какие-то интересы, на данных выборах не соблюдается, и государство будет в данном случае несостоятельное. Большое вам спасибо. Благодарю вас за речь. Для восстановителя речи приглашается заместитель премьер-министра. Спасибо, у броня в суде. Смотрите, главная ошибка команды, открывающие позиции, то, что они смотрят то, что будет потом. Мы выбираем образовательство, что будет здесь и сейчас. То есть ты приходишь на выборы и голосуешь, когда будет проходить сам процесс выборов. До выборов и до новых выборов. То, что происходит больше, это уже вопрос новых механизмов. И потом, что это будет, а потом тебе вернется, ты заслужил, чтобы кто-то завершил. Но это не вопрос сегодня дебаты. Мы их рассказом о том, что почему сегодня мы, как раз у нас, имели право предоставлять такого возможного невидения, накидывать царост на человека, а потом ты не будешь знать, как ты голосуешь. Почему сегодня проходят как выборы? Давайте вспомним, как проходят в мире страны. Самая развитая, допустим, американская страна, это, допустим, США. Как выходит, господин Арвайман, говорю, что, я вам беру там какой-то медицинский программ, Абам и Кирик, который я даже не искал, я его беру, закрою там Гонтаннман, беру связи с США. Все люди появились на это, проголосовали, и где сейчас находится Америка? Люди не могут делать свои выборы. Я задал вопрос, хорошо ли выбор, когда ты, допустим, нефтяник, ты, допустим, ТВ-шак, ты какой-то дядь, какой-то дядь, какой-то джерктер, и что-нибудь, это хорошо? В ТВ-шак, да, это хорошо, но смотрите, давайте посмотрим по большинству. Когда ты приходишь на выборы, много ли у вас, допустим, шанктеров, много ли у вас, допустим, каких-то людей, в вашей профессии нужно набрать 7% пороговый выбор, чтобы найти 7% пороговый выбор, то должен быть очень много количеств голосов, и, допустим, не всегда программ какие-то побежал, допустим, я никогда не видел, что, допустим, побежал партия любителей экологии, допустим, партия-то бега, не получает, но я тоже радуюсь, допустим, за экологию, но и они было не выиграть, все, нет, допустим, партия, тоже давно не побежала, и партия, которая, ну, была партия, ну, часто понимаете, потому что их очень мало количества, потому что и как же делать с большинством, допустим, видеть человека, как делать брукеры Украины? Мэр Киева, вчера пока ехал, он ее успеет, беру взрослый, но он такой виталий Кличко, который не нужно, и, допустим, какие-то походят выборы, теперь человек будет делать и созданный выбор, потому что ты приходишь, директируешь Сарас, и ты думаешь, кто же этот человек, ну, ты начинаешь читать программу, какая еще про Казахстанин, вот, допустим, вот, если ты на Литричко, и по этим, как бы, я знаю, про Бауфис, Гранд-Урказ, и у нас все впервые в Казахстане, самый молодой депутат, 23 года, он сейчас в одном фильме, в какой-то, в чужой области, какой-то депутат, люди просто поражают, потому что он был какой-то актером, так ведь голосуют, госпожа Анна, как я говорю, не помню, зовут, Затюбельская, человек продолжал, потому что он был один из главных этих предприятий, так ведь все они голосуют, помните, в группе, ну, там, люди приходят, шпаку закидывают, допустим, и им просто голосуют, а те, это человек, который будет осознанным выбор, ты будешь, ну, развязываться, почему? Больше человек разумно думает, кто этот человек, типа Литридуум, может, ты не знаешь, что он голосует, а те, это должно быть, 5 человек, ты не будешь, это, как, вот, за этот человек, можно, допустим, ты русский, он русский, давайте, он кругом, он прорезал, как он русский, это как пример дебатов раунда, допустим, я в успех, и, допустим, толстан в успех, и, допустим, я в средней игре, и, допустим, Олега Рябченко, кому поставить толстан к ному, будущего успеха поставить мне, почему? Потому что к ному, мы, ну, вместе, посредство одно, насраждаться, не будет это теперь, тебе будет каждый человек осознанным, потому что у тебя нету выбора, и мы покажем сегодня, нынешняя реальность, данное время, это нужно сделать, повышает, повышает, повышает акт. В момент распределения, когда люди приезжали в Украину, посмотрели там ООН и какие-то российские специалисты, видели по нескольку всех, люди заходят в кабинет, голосуют, просто за то, что человек выходит, и тут, и говорит, за порошенко, зачем нам такие выборы нужны? Мы же теперь, ты не можешь, когда будет, если кто на улице спрашивает, за кого ты голосовал, ты же я не знаю, то есть, я говорю, ну, я график посещал, потому что я сейчас выиграл, но мне больше понравился, не важно, кто он, допустим, будет он, допустим, салибаларным путем, допустим, химикам не лязда, его профессия не ваша, я говорю, на сайте мне вашу, как что он человек, его какие-то, но, качество надо будет показывать, что он не золото лучше, какой-то, какой-то университет, он таким-то, отхимкий был, и ты не можешь нравиться собой, допустим, вот, я, допустим, хирург, он тоже хирург, да, типа, ну, я прописую зерогу, и, допустим, вазон же хирурги, вас, ну, по улице, запады хирургов, нет. Мы теперь, ну, факсим, вопрос большинства, не будет, допустим, 9% за одного человека, допустим, 10%, ну, за другого человека, теперь будет как-то рандомно, люди распределяются по голосам, почему-то, допустим, когда себе будет выбор, считай, что с 3-3 голосов будет, допустим, по 3-3, после этого, как же себе будет делать выбор, а манна оппозиция сегодня говорит, почему это плохо на дальнейшемое время, почему-то я не могу идти на выборы, проголосовать, ну, как с Сарой, почему с Сарой выбором это лучше, чем, ну, наше предлагаем, закинуть с Сарой с командой, они говорят, пока что будет после, ну, если по последствиям, по вопросам не принесли, как я в студенном испоре, ну, пока что, почему именно в данное время на эти выборы вы не имеете право, где-то закидывать людей в сайты, знаете, вот, где надо, смотрел интервью, вот эти, и у меня спрашивают, почему вы решили пить, ну, все интрофессуально, они говорят, бум, это, ну, у человека, какое-то наложение было, вот так и здесь будет, человек приходит, ты не знаешь, чтобы голосовать, но он будет смотреть, после его программы считать, и, господь, все выигрыши раду, за гражданство общества, как видите, сегодня, в Америке, давайте сегодня, за хилл-раклип, за желтого травма, прохожусь, потому что он, он выглядит травмом, он может, ну, поискарь, за хилл-раклип, почему, допустим, плохо настроено на Россию, не будет сегодня таких настроений, но люди будут согласовать за то, кому депутат больше симпатичен, по другим, ну, по характеристикам, не по его личности, допустим, теперь каждый человек будет голосовать, не спонтанно, а осознанно будет голосовать, за 7 лет, я хочу сказать, что наша команда может очень-очень победить, спасибо за речь, Благодарю вас за речь, для завершительной речи на первых слов, превышается заместительная позиция, да, потому что, спасибо за председательное мне слово, от всех приветствующих кафедрии, подождаясь, я получал его замечательное тренирование, за полный век, что два типа по резолюции, эта палата накроет вуалью всех граждан, первое, что мне непонятно от команды открывающего правительства, когда они говорят, что нам не важно, что будет после, а нам важно, что будет на самих выборах, мне кажется, это неправильно, потому что выборы и цели и резолюции именно говорят о том, о последствиях самих этих выборов, мы же говорим, что последствия будут ужасающих, теперь, признаем, что я национальное какое-то меньшинство, я русский, или я там, не знаю, какой-то успех, я прекрасно знаю, что есть партия, которая продвигает идеи того, чтобы у нас было равноправие, чтобы импультики нации, допустим, не ущемлялись, и я, живя в этом обществе, вижу эту партию, целенаправленно иду голосовать на выбор, именно, чтобы поддержать эту партию, дам, господа, то есть мы, большинство людей, которые согласны с моим мнением, той же на самой национальности, мы все идем на выбор, нас толкает идти это именно на выбор, мотивирует, то есть если мы отменяем этот статус, то мы уже лишаемся тех людей, которые именно смотивированы тем, чтобы пойти на выбор, только ради того, чтобы решить какую-то конкретную проблему, которая касается именно только их. Дальше, ошибка команды правительства, потому что они говорят, что общество единое, и понимаете, это не так, оно разнообразно как до выбора, так будет разнообразно после выбора, там, господа, если есть в этом обществе какие-то тиберкенты, которые хотят обредить обществу, вы всем обществом должны давить на этого человека, чтобы он изменился, исправился, вы должны с ним вступать в дискуссию, и так далее, и так далее, чтобы искоренять какие-то дефекты в обществе, внутри общества, а не с помощью этого законопроекта, потому что более того, пройдут выборы, проблема такая же останется, вы не решаете эту проблему, и эта проблема решается именно с корней. Дальше, смотрите, теперь, если вы понимаете, проблемы, они в обществе, они не всегда на одной и той же позиции находятся у всех, есть более актуальные проблемы, есть менее актуальные проблемы, и именно, когда более актуальная проблема касается именно меня, я иду на выбор с целью того, чтобы поддержать партию, которая решает именно актуальные проблемы, Это не так, что я иду на... То есть бедность, да, она может быть 10% от всей вероятной проблемы, но когда я прихожу на выборы, я прекрасно понимаю, а вдруг я бедный? Понимаете, любой человек, он думает в этот момент, в самом худшем негативном исходе из того момента, когда ему вернется это памятник. Голосует за партию, которая не борется за экономический прогресс, который ты решил бы в корне все проблемы, а борется именно за партию, которая популистки обещала всем раздать в миллиарду долларов, не говоря о том, что откуда они возьмут эти деньги. То есть популистская партия говорит, мы повысим всем зарплаты, мы всем бедным раздадим жилье и так далее и тому подобное, и все будут голосовать за эту партию, хотя на самом деле эффект от этой партии будет нулевым. Поэтому мы считаем, что как раз-таки нужно вот это жить. Более того, институт выборов это не тогда, когда ты приходишь и вот тебе здесь живную точку, говорят, поставят или именно не давая даже времени на обдувание. Ты идешь на выборы тогда, и эффективен твой голос именно тогда, когда ты живешь в обществе, видишь проблему, у тебя сформировывается твой уже выбор, и на выборы ты идешь уже с готовым мнением о том, за кого, например, голосовать, когда на период выборов, у тебя все это отнимают, отнимают твою память и говорят, решай вот здесь и сейчас. Мы говорим о осознанности выбор, когда ты идешь и голосуешь. Более того, когда ты проголосовываешь в ту партию, ты можешь потребовать от нее отчет, решается ли твоя проблема или нет. Вот это прекрасный индикатор того, как проходят выборы и так далее и тому подобное. То есть этому нужно осознанно выбор. Если ты врач, если ты прекрасно знаешь проблемы врачей, и какая-то партия реально предлагает эффективные методы борьбы с этой проблемой именно врачей, ты идешь и поддерживаешь эту партию, после этого она решает твои проблемы, ты поддерживаешь это правительство, которое ты избрал, и у вас и у общества, и у правительства, которые они выбирали, есть взаимосвязь и поддержка, потому что именно они выбрали. Нежели когда ты голосуешь непонятно, потом тебе возвращается память, а ты понимаешь, что на выборах выиграла партия, которая просто популистки обещала всем раздать деньги. Не решается твоя конкретная проблема, и ты недоволен тем своим выбором, который ты сделал, и говоришь о том, что ты не доверяешь этому правительству, и соответственно общество неэффективно работает, неэффективно не подчиняется, выступает на митингах и так далее и тому подобное. То есть, вот как раз таки все повелись на это, вот это и будет и при вашей, наоборот, системе, когда какая-то партия будет популистки обещать всем, ну вот именно всем, ну понимаете, мы считаем, что нет такой партии, которая бы решала все проблемы и обещала решить все проблемы. Мы говорим, что партия обречена на успех именно тогда, когда она выбирает какую-то узкопротивную, узкопротивную на какое-то направление, решать именно партия каких-то врачей, решать именно вопросы врачей, вот именно это более эффективно, потому что здесь сидят реальные профессионалы, которые с этой проблемой сталкивались и это решают. Я не считаю, что какая-то партия, которая будет говорить, что мы решим проблемы и шахтеров, и врачей, и самтехников и так далее, и потом эта партия, ну она не сможет решить эти все проблемы, потому что она конкретно не знает, ну не знает, с чем сталкивается, это и есть популистка, какое-то мнение. То есть, и соответственно, если мы видим, что на выборах побеждает какая-то партия, которая борется именно с врачами, это показывает правительству самую актуальную проблему, которую общество выбрало, да, и соответственно, именно на эту проблему нужно больше усилий и средств потратить для ее решения, и тогда общество будет более эффективным. Если на самом деле виден результат того, что побеждает всегда какая-то партия, которая представляет только типерные, ну, допустим, интересная типерная нация, это тоже индикатор проблем в обществе, того, что что-то не так в этом обществе, и его нужно менять в целом, а не только на период выбора, понимаете? Поэтому, и это, наоборот, активизирует меня, как национально-меньшенков, бороться за свои права, отставить, призывать к голосованию именно за мою партию, чтобы победить. Поэтому мы с этим всеми любим. Благодарю вас за речь.